В эфире еженедельная программа Тюменская арена. В студии Иван Лобов. Здравствуйте! Сегодня мы, как и всегда, расскажем о главных спортивных событиях прошедшей недели. Ну а сейчас, коротко о том, что вы увидите в ближайшие полчаса. Тушите свечи, занавес опускается. Спустя два года работы в главной футбольной команде города Александр Ивченко покидает судно черно-белого корабля. Остается надеяться, что радикальные меры, наконец, позволят сибирякам уйти смели под названием 20-я строчка первенства ФНЛ. В сезон новые проблемы старые. МФК Тюмень вновь не досчитывается боевых единиц стартового состава. Впрочем, пока это не мешает подготовке к предсезонному турниру в родных стенах. Психология победителей, пожалуй, главный компонент, которого не хватает Тюменскому легиону на протяжении двух последних лет. Владимир Гусев и его тренерский штаб стараются исправить этот недостаток. От любви до ненависти каких-то 7 матчей по 90 минут. Встреча против луча энергии из Владивостока стала последним для Александра Ивченко в должности главного тренера ФК Тюмень. Символично, что именно после этого поединка должна была закончиться дисквалификация наставника, из-за которой он наблюдал за матчами команды с трибунгеолога. Но вернуться на скамейку запасных сибиряков ему уже не удастся. После очередного поражения на старте первенства руководством клуба было принято решение о расторжении контракта. Последней каплей стал неутешительный итог встречи с дальневосточниками, которые до матча в Тюмени не знали радости выездной победы ФНЛ на протяжении 270 дней. Однако сибиряки помогли прервать столь печальную серию. Во-первых, мы вышли с таким, с хорошим настроем. Наверное, сегодня были единым целым, особенно в первом тайме. В принципе, установку на ее игру выполнили полностью в плане прессинга впереди и четкой игры сзади. Поэтому, наверное, наш прессинг, наши открывания вперед были сегодня все своевременные передачи и поэтому привели голу. Очень хорошие были действия, особенно в первом тайме. Выступать в роли Робин Гуда тюменцам не впервой. Правда, в отличие от героя произведений Вальтера Скотта и Александра Дюма, очки налево и направо они раздают не только бедным, но и богатым. А потому в сухом остатке имеют грустный ноль в графе выигранные матчи. Непонятный первый тайм, абсолютно непонятный, что, как, что, ступор какой-то ступили на футболистов. Голы сами все видели. Два стандарта, просыпаем первую передачу, потом уже исправить не можем. История противостояния соперников насчитывает 14 игр в областном центре. Шутка ли, но за все это время гости сумели забить ворота хозяев лишь два гола. На сей раз Лучу хватило одного тайма, чтобы повторить этот показатель. А точнее, последние пятиминутки. Руслан Гордиенко не стал клевать носом, чего не скажешь о защитниках Тюмени. Капитан фиграф Антон Килин шансов Игорю Обухову отразить удар не предоставил. Увидел Килина забегающего, быстро дал пасом. С Русланом переглянулись, Гордиенко быстро разыграли мяч. Он увидел мое открывание, хорошую передачу отдал. Эта передача привела к голову. Окончательно настроение хозяев испортилось за считанные секунды до перерыва. Видимо, Олег Мурачев мыслями был уже в раздевалке. А вот Ишхан Гелаян отдыхать не спешил. Фолл получился не грубым, да вот только произошел в штрафной площади. Гордиенко приплюсовал к результативной передаче безупречно исполненный пенальти. Ну все понимали, что да, это игра за шесть очков. И настрой был запредельный. Вышли, вы видели сами первый тайм. Все настроены были, сумасшедшие. Глаза горели. Так все получилось, как и хотели. Загорелись глаза и у хозяев. Но лишь во втором тайме. Иван Чудин и Дмитрий Гусь до последнего не желали мириться с цифрами на табло. Однако все попытки отыграться оказались тщетны. Лишь оставшиеся на трибунах до конца болельщики лицезрели мяч престижа в исполнении Альберта Богатырева на третьей добавленной минуте. Кардинально на исход встречи он повлиять уже не мог. Поражение экспорт шефных Ивченко 1-2. Положение Тюмени в турнирной таблице красноречиво. Семь матчей, три очка, ноль побед. Убрать печальную баранку сибиряки постараются в Нижнем Новгороде, где сегодня проводят встречу с местным олимпийцем. О подробностях матча вы узнаете в понедельник из нашей программы «Тюмень спортивная». Работа и труд к чемпионству Суперлиги ведут. Эту пословицу знает каждый профессиональный спортсмен, играющий в мини-футбол. Исключением не являются и представители МФК «Тюмень», которые из отпуска вышли три недели назад. В предыдущих новостных выпусках мы уже рассказывали о том, что первый сбор черно-белых прошел в Тюмени. Местом для тренировок был стадион «Геолог», на котором парни трудились под руководством нового главного тренера Игоря Путилова. На этой неделе Артем Антошкин и компания перебрались с улицы в зал. Заниматься начали на паркете спорткомплекса «Строймаш». О наигрыше стандартных положений и действий в формате 5 на 4 речи пока не идет. Команда находится в состоянии привыкания. К паркету, партнеру, мячу. «Тяжело пока. Ребята привыкают к своему, то есть любимому делу, к мини-футболу. Потому что, во-первых, отпуск был. Во-вторых, мы работали большими мячами на искусственное покрытие». Узнать, помогли ли в домашнем сборе игрокам в мини-футбол футбольное упражнение, можно будет уже 15 августа. В спорткомплексе «Центральный» в грядущий вторник состоится товарищеская игра с новой генерацией из Сыктывкара. А двумя днями позже начнется турнир на призы Тюменской области. Правда, помочь клубу в домашних состязаниях точно не смогут Иван Лобков и Меодрака Ксентьевич. «Иван Лобков в июле месяца было выполнено оперативное лечение. Пластик и передник, крестообразные связки. Я думаю, что с января месяца мы его начнем уже подводить в общей группе». «Меодрака уезжает не по семейным обстоятельствам. Мы его опускаем на 16 числа, уезжает и приедет в 23-е обратно, уже с нами будет работать. Скорее всего, в последний день пропустит и Котшич, потому что он тоже поедет, ему там надо решать вопрос с визой». Но не одним домашним турниром живут игроки МФК «Тюмель». Желание его выиграть, разумеется, запредельное, ведь кубок грядущих состязаний в столице региона еще ни разу не задерживался. Для того, чтобы показать достойный результат, Путилов внес в тренировки черно-белых много увлекательных упражнений. «Интенсивные тренировки стали, быстрые такие, что много бегаем, сейчас втягиваемся, конечно, задания новые получаем, а так, говорю, что интенсивные сильные. Сейчас, говорю, мы пришли, второе занятие или третье у нас в зале, еще к мини-футбольным мячам даже не привыкли, отвыкли от них. Но сейчас, мне кажется, мы в большой футбол сможем играть, то есть привыкли к мячику большому и к этому стадиону делать уже». Доказывать тюменским болельщикам свою боеспособность будет и опытный 32-летний защитник Сергей Чухрий. Экс-игрок новосибирского «Сибиряка» вновь примерит футболку МФК «Тюмень». Для него это будет юбилейный 10-й чемпионат в черно-белой форме. В прошлом сезоне в выездном матче против Дины он забил Сергею Зуеву, тренеру вратарей, который теперь тоже является частью сибирского клуба. «Сергей давно знает, то есть это один из лидеров по натуре, который ведет в свою команду, такой дядь, как бы нам в команде нужен именно. И уже Сергей знает прекрасно, что он остается в команде и будет с нами работать и добиваться по стальных целях». Вместе с основой МФК «Тюмень» занимается и совсем юный вратарь Денис Суботин. Его старания на тренировках уже успел подметить коллега по ампуа из сборной Сербии. 15-летний голкипер присутствовал на нескольких тренировках и запомнился Аксентьевичу своим трудолюбием и желанием стать сильнее. «Хочу сказать про Дениса, который только две тренировки здесь, но один из молодых вратарей, для которого я могу сказать, что если продолжить так работать, станет очень известным вратарем». Хорошо отдохнул во время отпуска Младен Коцыч, которого мини-футбольные эксперты назвали открытием прошлого чемпионата Европы. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе вместе с дисквалифицированным на четыре матча Александром Уполевым. Второй проходит реабилитацию по укреплению связок голеностопного сустава. Первый же имеет… «Мышечные проблемы, то есть связка чуть-чуть побаливает от нагрузок, который мы предложили, то есть связочный аппарат был не готов. Поэтому сейчас он восстанавливается, бегает в кроссы, работает с тренером по физподготовке». Дисквалифицированный Сергей Логинов с 9 августа находится в расположении ереванской команды «Лео». За Кавказью он улетел на правах аренды на месяц. Голкипер Сибиряков в скором времени дебютирует в Кубке УЕФА задействующего чемпиона Армении. В пятницу Логинов отправится на Кипр, где состоятся игры престижного турнира. «Все устраивает. Единственная невыносимая жара не дает покоя. Сейчас готовимся к Кубку УЕФА, каждый день тренировки. Знакомимся с ребятами, в принципе приняли хорошо. Все пацаны веселые, хорошая команда. И живу сейчас с испанцем, с сербом и с сирийцем, которые вообще не говорят по-русски. Осваиваю, как говорится, их языки, но в принципе вот так общаемся на ломаном английском». Пока черно-белые привыкают к Путилову, а Сергей Логинов осваивает амплуа вратаря полиглота, бывший главный тренер тюменцев Евгений Осинцев руководит Глазовским прогрессом. Заключив трудовой договор с командой с северной столицы Удмуртии, он сейчас тренирует красно-белых в Ижевске. Первые плоды работы коллектива Евгения Осинцева и компании Игоря Путилова увидим на турнире на призы Тюменской области. С прогрессом сибиряки сыграют 18 августа. Первый же матч предсезонных состязаний черно-белые проведут с Ухтой на паркете СК «Центральный» днем ранее. Его начало в 19.00 по местному времени. То, что хоккей многогранный и непредсказуемый вид спорта, известно даже ленивому. Но именно то, что болельщики убеждаются в этом из раза в раз, и является главным составляющим их присутствия на трибунах. Товарищеские встречи между Тюменским легионом и Курганским юниором подарили град заброшенных шайб и контраст результатов. В первом поединке хозяева начали за здравие, а продолжили, как в пословице. Иван Первушин хоть и открыл счет уже в одной из первых атак сибиряков, но в дальнейшем хозяева льда пропустили шесть безответных шайб. Причем четыре из них влетело в стартовой 20-ти минутке ворота Александра Колесова. Заменивший его Николай Дремин держался увереннее, но все же капитулировал дважды после бросков Артема Трухачева и Александра Нечкина, который в результате оформил дубль. Аналогичного достижения добился уралец Дмитрий Иванов. Однажды свой бомбардирский счет пополнил Александр Тимченко. Впрочем, крупные цифры в заблуждение вводить не должны, ведь в межсезонье от юниора осталось одно название. Команду пополнили хоккеисты, которым прилично за 20, а сам коллектив заявился участвовать в первенстве в ЭХЛБ. Хорошая игра, у нас команда немножко постарше, то есть мы отрабатывали свои моменты, свои тактические наработки. Где-то что-то получилось, где-то не получилось. Ну, фронт работы виден, над чем нужно работать и куда идти дальше. Мы всегда действовали и будем действовать за счет агрессивной игры, за счет давления. Все шайбы за счет комбинаций, которые мы отрабатываем. Я думаю, что за счет этого мы и добились такого успеха в первом периоде. В одной из голевых атак поучаствовал экс-капитан легионеров Камиль Мингазов. Защитник еще по ходу прошлого сезона перебрался в стан за Уралия. Предсезонные сборы провел также с главной командой Кургана, но по решению тренерского штаба был делегирован на игры юниора в Тюмень. Конечно, ностальгия, как заехали, я сразу начал ностальгировать. На самом деле, этот город для меня многое дал толчок даже в большой хоккей. То, что в том году я уехал сразу с этой команды, отыграл в высшей лиге. То есть, ну, все равно приятно. Уже ностальгия, конечно, да. Один из лучших сезонов здесь у меня был. Очень приятно здесь побывать, поиграть. На следующий день оппоненты соорудили на двоих 13 взятий ворот. В первую очередь, эта цифра стала несчастливой для голкиперов юниора Антона Бека и Максима Коха. Ведь именно легионеры проявили балом в атаке, заметно превзойдя своих оппонентов в завершающей стадии. Трудно вспомнить, когда в последний раз сибирякам удавалось отличиться 8 раз за игру. Причем все свои голы хозяева забросили за два периода, тем самым взяв полноценный реванш за поражение в первой встрече. Вчера, потому что ребята вышли, может, такой домашний у них мандраж был, то, что, может, родственники пришли, знаете, все равно маленько засуетились. Сумбур был. Вчера после игры с ними провели беседу. Ну, я думаю, определенные выводы для себя сделали и мы, и они сегодня совершенно по-другому, ребята неплохо выглядели. Уже в стартовом отрезке тюменцы трижды наказали более опытных гостей. Дважды своим партнером ассистировал защитник Никита Радзивилюк, который, как и многие партнеры по команде, преобразился после крупного поражения от уральцев днем ранее. После матча было все мрачно, обстановка была не очень. Тренера сказали, что первая игра с таким сильным соперником. Подумайте, сделайте выводы. Ну, эту ночь, я думаю, каждый игрок, включая меня, провел за размышлениями о сегодняшнем дне. Ну, сначала мы не верили, но спасибо Владимиру Литальевичу Гусеву. Как он говорил, скамейка должна жить, и мы сдержали это слово. Настоящее голевое пиршество для болельщиков в Сибирике устроили с 25 по 38 минуты матча, когда еще пять раз заставили капитулировать оборону юниора. В результате у хозяев отличились Иван Первушин, Андрей Тимофеев, Виктор Жгуров, Александр Головин, Андрей Коваленко, Александр Цедаев. Добль на свой счет записал Никита Пленкин. Вчера, наверное, где-то молодежь перерывалась, да и мы тоже. Все-таки первый матч официальный дома. А сегодня более уверенно уже пошли активно, и как бы из этого голы сложились. На заключительную 20-минутку гости провели сбалансировано, дважды реализовав большинство. Но это практически не отразилось на итоговом счете противостояния. 8-5 в пользу подопечных Владимира Гусева. Третий период, во-первых, много удалений пошло, игру начали ломать. Мы перевели еще перестановки, просто дали всем поиграть ребятам. Ребята некоторые холодные вошли. Ну, как бы это все ожидаемо было, это нормально все было. Сейчас легионеры находятся в Чебаркуле, где принимают участие в предсезонном товарищеском турнире. О том, как команда выступает в Челябинской области, следите из наших последующих информационных выпусков. Тюменские лыжники становятся чемпионами даже летом. Как оказалось, сибирикам не особенно важно, какую гладь рассекать. По асфальту они мчат столь же стремительно, как по снегу. В Швецию на чемпионат мира по лыжероллерам Александр Большунов и Анна Жеребятиева приехали без особых задач. Проверить силы. Эксперимент оказался более чем удачным. На двоих тюменцы выиграли три золота и серебро. В шведский городок Салифтео спортсмены из группы Юрия Бородавка, входящие в национальную команду России, отправились сразу после изнурительного сбора в эстонском ОТИПе. Чего ожидать никто не знал. Роллерные соревнования в мире лыжных гонок стоят особняком. На таких турнирах часто выступают специализирующиеся именно на летних стартах спортсмены. Но тюменцы решили попробовать. Обратился один из руководителей федерации, попросил возможность кого-то вывезти из сенсорщиков. Но я посчитал, что это хорошая ситуация, что можно именно посоревноваться на высоком уровне, именно на экологическом плане, и посмотреть, на каком уровне. То есть сейчас находимся мы в виде базовой, серьезной работы, без скоростной работы. Получилось действительно просто прекрасно. Уже в индивидуальной гонке Жеребятева, выступавшая среди юниорок, выиграла золото. Большунов у мужчин занял второе место. При этом Александр, очевидно, привыкал к роллерам. Они были нестандартными. Зато очень знакомыми для победившего шведа Андреса Свандебо. Впрочем, аппетит к тюменцам только приходил. Тем более до завершавшего чемпионат Мастарта они смогли набраться сил, пропустив спринт. Это было заранее обговорено, ибо ни к чему сейчас быстрые контактные гонки с риском получить травму. Это даже не лыжные движения, там уже и техника совсем другая, роллеры значительно быстрее. К этому нужно готовиться, поэтому очень большой риск то, что могут упасть, не справиться со скоростью, и получить травму. Поэтому мы как-то избежали этих рисков. В Мастарте тюменцы убедительно стали лучшими. Жеребятева у юниорок, очевидно, по своему уровню выглядела спортсменкой из другой лиги и победила с большим запасом. Большунов тоже не мог себе позволить дважды проиграть шведу, будь тот хоть трижды мастером летних стартов. На равнине и спусках роллеры несли с Ван Дебо вперед, но в подъемах мощный россиянин все отыгрывал и вырывался в лидеры. В итоге дружным дуэтом тюменцы поднялись на верхнюю ступень педестала почета. Вим флотило тактического мастерства и кондиции для выступления, успешного выступления на их соревнованиях. Но это не сама цель, естественно, это не пик формы. Это как поотапное развитие и подготовка, я надеюсь, у Большунова к олимпийским играм. Что касается жеребятеля военной, то первенство мира среди молодежи. Столь высокая оценка перспектив Большунова не случайна. В свои 20 лет Александр в минувшем сезоне уже выступал на взрослом чемпионате мира. А на юниорском первенстве планеты 2017 года взял два золота и серебро. Яркой точкой минувшего сезона для него стала победа в марафоне на чемпионате страны. С такими результатами можно задуматься и обыграв Южной Корее. Вот и наставник, придающий огранку талантам Александра, осторожно, но в позитивном ключе оценивает рост мастерства лыжника. Санкт-профессор прогрессирует, выполняет работу до сих пор тем тренировочным нормативам, которые есть, прохождение по кругам, то есть работает в контрольных, то есть он в этом году добавляет и считаем, что им не подойдет в хорошем состоянии. Сейчас тюменцы в группе «Бородавка» работают на сборе в Сочи. А уже в сентябре приедут на всероссийские соревнования по роллерам и кроссу в Тюмень, где соберется вся национальная команда. Международный гроссмейстер Тигран Петросян о своем любимом виде спорта однажды сказал, шахматы – это по форме игра, по содержанию искусство, а по трудности овладения – наука, изучать которую стараются в каждом уголке планеты. В Тюменской области ее исследованием занимаются тысячи жителей. 90 из них скрупулезно стараются разобраться в действиях на клетчатой доске в Нижней Тавде. Главным ученым-практиком в поселке на протяжении нескольких лет является Александр Тимошков. Родился он в Омске. Здесь же состоялось его знакомство с шахматами. В четыре года мой папа купил шахматные книги и решил заняться шахматами. Я смотрел, как он занимается, мне очень понравилось. Так увлеченно был. Я попросил его научить меня. Конечно, он не отказал мне и приучил меня к этим шахматам. В шесть лет я уже более-менее хорошо играл. А в восемь лет стал капитаном шахматной команды в детском клубе «Ландыш» в городе Омске. Александр Васильевич по состоянию здоровья был вынужден отказаться от активных игровых видов спорта. Но понятие «азарт» и «состязательный процесс» не давали покоя. А потому шахматная доска с домашнего журнального столика не убиралась никогда. Хоть Тимошков гроссмейстером и не стал, но с любительских соревнований начал приносить, кроме дипломов за участие, медали и грамоты за призовые места. Чуть позже свои изменения в жизнь героя нашего сюжета внесла судьба. Семье Тимошковых пришлось сменить дислокацию. А потому берега Иртыша в далеком 90-м резко преобразились в красоты нижнетавдинской природы. «Приехали к родственникам сюда. Очень нам здесь понравилось. Природа замечательная, воздух, экология. А в Омске тогда было очень с экологией плохо. И решили здесь остаться. Обратился в сельхозтехнику. Тогда наша сельхозтехника работала. Токари там были очень нужны. Я токарь высшего разряда. Мне сказали, что жилье будет, приезжай, токари нужны». Токарь Александр в Нижней Тавде акклиматизировался мгновенно. И начал искать сверстников, влюбленных в клетчатое упражнение для мозга. А кто ищет, как говорится, всегда найдет. Так и Тимошков стал участником местного шахматного турнира. «Когда я приехал сюда, в Тавду, меня пригласили на турнир. Пришло четыре человека. Мне что-то так показалось, это так смешно, турнир четыре человека. Ну, сыграли, я выиграл. Потом мне в Доме творчества предложили организовать ребятишек учить. Ну, я согласился. И с тех пор пошло, пошло все больше, больше ребятишек стало заниматься». Чуть позже с рабочим визитом в Нижнюю Тавду пожаловал гроссмейстер Евгений Прокопчук. Талант Тимошкова он заметил и предложил Александру заниматься с детьми. В населенном пункте появилась шахматная федерация, а герой сюжета стал в ней заместителем председателя. «Стали в школе прививать в неурочное время, шестым уроком. Ребятишкам очень понравилось, все больше и больше классов подключалось, учителя стали. Меня просили, что возьмите наш класс, возьмите наш класс. И вот сейчас у меня занимается 90 ребятишек». «Мне каждый раз удивляло, почему эти дети с 7-8 лет бегут снова и снова к шахматной доске после проигрыша. Не бросают, не уходят, не психуют и снова-снова бегут. Тогда я поняла, что шахматы – это не просто игра и не просто спорт. Это какая-то магия, которая таинственным образом благотворно влияет на ребенка. Он очень любит шахматы, потому что в этих шахматах есть что-то такое, что там надо очень много искать, и ему это очень нравится. Ну вот он за это и любит шахматы, и мы тоже. Потому что шахматы, они развивают усидчивость, не то что в футболе. Шахматы помогают развивать умственные способности и помогают в шахматах тоже очень, развивают память. То, что мы учим, всякие комбинации и разные партии там, где эти комбинации есть». В своих занятиях Александр Васильевич использует поощрительную методику. Если сравнивать с кнутом и пряником, то первая в тренировках у Тимошкова отсутствует. Уж очень сильно любит детей. «Я говорю, кто найдет шахматный прием в турнирной практике, останавливаем часы, поднимаем руку и осмотрю, дополнительные баллы. И за месяц, кто более всех набрал баллов, я в конце месяца – конвертик. Победителю со своей зарплаты 100 рублей в конвертике, как бы поощрительную. Ну, не большие деньги, а поощрение какое-то должно быть. И ребятки стараются набирать очки. А раз стараются набирать очки, ну, значит, они стараются думать». «Если мы решили задачу, а где-то один человек не решил задачу, он подходит ему и объясняет. И потом говорит, что это за прием». На одном из шахматных турниров в Тюмени Тимошков познакомился с великим шахматистом Анатолием Карповым, которого первым делом попросил сфотографироваться со своими подопечными, а также пригласил в Нижнюю Тавду. 12-й чемпион мира, переживающий за популяризацию любимого вида спорта, не поленился и приехал. «Мне было 15 июня, 60 лет, он прислал телеграмму мне поздравительную, прям правительственную, так приятно. Большой такой текст, и помню, горящие глаза ребят, успехов вам, очень приятно было». Еще приятнее Александру Васильевичу станет от того, что подопечные в столь раннем возрасте ставят перед собой серьезные задачи. «Хотелось, конечно, быть чемпионом мира, но это надо трудиться и трудиться, читать книжки про шахматы, это решать задачи всякие». «Докажи, что ты готов! Зарегистрируйся на сайте gto.ru, получи медицинский допуск, выполни комплекс ГТО в одном из центров тестирования города Тюмени. Получи свой знак отличия». Это был последний сюжет на сегодня. Более подробная информация об этих и многих других спортивных событиях, как всегда, на нашем сайте asenta.ru. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»